Добрый день. Ну, для начала, все-таки мы достаточно много говорим о ЖКХ. Все-таки применимо ли говорить сегодня, что сфера ЖКХ сегодня трансформировалась и стала цифровой? Сфера ЖКХ, вы правильно подметили, сфера ЖКХ это тяжелая тематика. Так сложилось исторически. Советское наследство, построенное сети в 70-80-х годах, которые уже давно сгнили, и так далее, и так далее. Которую мы по 5% в год меняем. Да. А мы с вами, как обычные жители, которые живем дома, платим за это еще регулярно. Поэтому всем бы хотелось, чтобы сети были хорошие. Платить за это было не надо. Чтобы зимой было отопление и вода. Горячее летом. Да. И горячее летом, и не отключали ее. Это было бы идеально. Но сфера очень непонятная, особенно для жителей, ну, для многих жителей, действительно. Можно сказать, что в части цифры в этой сфере можно отметить, что процесс пошел. Это самое главное. Потому что дорогу осилит только идущий. Старая народная мудрость. Абсолютно. Энергетики и ресурсы снабжения. Мы занялись этим процессом в 2018 году. То есть на примере своих городов присутствия нашего мы обследовали предприятия водоснабжения, теплоснабжения. То есть там выявили проблемы, которые у них есть. То есть проблемы-то они, в принципе, там многие на поверхности. Там есть подводные камни. Вплоть до взаимоотношений ресурсников, управляющих, компаний, жителей. Тоже есть там свои сложности подводные камни. Значит, поняв эти проблемы все, мы начали уже, мы создали платформу цифровое ресурсоснабжение, которую сейчас реализовали в ряде своих городов. Например, город Глазов такой наш, масштабный проект. Вот. Сейчас мы вышли уже на внешний, во внешний мир вышли. На сессии со мной находился министр цифрового развития Белгородской области. Вот. Мы с ними стартовали, ну, уже заканчиваем, ну, как не заканчиваем, в процессе реализации создания подобной платформы на их ресурсоснабжающих организациях. И вот коллеги уже подтвердили наши изначально расчетные параметры, то есть подтвердили эффективность, которая достигается при именно отцифровке этого всего. Но при этом не стоит забывать, что цифровизация ресурсоснабжающих организаций, это не только цифры, да, это не только софт, который там пишут разработчики, что нужно при комплексной реконструкции оприборивать, ставить приборы учета. Это огромные деньги, которые есть не везде и не всегда. А процент оприборивания, мы с вами обсудили, там, недостаточно высок на текущий момент. Именно поэтому мы, исходя из нашей парадигмы, что цифра должна идти первой, мы же компания, которая занимается цифровизацией, поэтому логично, что мы считаем, что цифра идет впереди. При внедрении цифровизации в тех условиях, которые есть, мы научились использовать те ресурсы, которые есть сейчас уже. То есть те приборы учета, которые стоят, те контроллеры, которые стоят, те информационно-аналитические системы, которые стоят на предприятиях, мы собираем данные с них. Если данных нет, мы делаем возможность урочного ввода, чтобы начать собирать данные, чтобы это было единое цифровое поле с данными. Возможно, на первых порах данные могут быть неточные, потому что если человек их вбивает, это все-таки человеческий фактор. Кто-то может ошибиться, что-то где-то специально сделает, что-то не так. И мы начинаем оцифровывать эти процессы. Начав оцифровывать процессы, мы можем уже корректировать программу развития. То есть не покупать 5 насосов на какую-то станцию, а проанализировав данные, которые мы получили и были с помощью элементов искусственного интеллекта проанализированы, мы можем сделать уже вывод, что нам не нужно 5 насосов, нам нужно, чтобы 2 работали хорошо, правильно настроенные. А настроить их можно с помощью цифры тоже. То есть от программы развития отцепляются 3 насоса, высвобождаются деньги, которые можно пустить, например, на трубы. На те самые трубы. Отличные вопросы. Я бы здесь разделил развить и развивать. Это 2 разные вещи. Развить, конечно, не получится. Но развить это как бы финальная точка, что все, мы построили социализм, все, мы молодцы. А развивать, да, конечно. То есть сегональные средства, если их при этом запускать на вот это вот развитие, то постепенно от шага к шагу можно идти. То есть это при правильном планировании, при правильном управлении этих процессов, при правильном использовании тех данных, которые мы получаем. С помощью, опять-таки, цифры и вот этих вот всех систем. Конечно, большим подспорьем было бы заложить возможность авторив, возможность использовать эти деньги на цифровизацию. Сегодня они подобного не допускают? Пока подобного нет, да, но это была бы хорошая история. И вот таким вот способом, то есть, знаменитая же фраза «слона надо есть по частям». Никогда сразу мы не… Конечно, абсолютно. Да тем более с нас, с такой стороны, как у нас. Тем более, да. Если это сразу сделать, это зарыть просто, я не знаю, каких-то межгалактических денег каких-то просто в землю. Вот, а чтобы подойти с умом к этому, то есть, цифровые системы используют элементы искусственного интеллекта, но должен быть еще интеллект, естественно. И если его нет, это беда. В части как раз-таки цифровых решений, которые вот как раз-таки меняют эту самую сферу ЖКХ, понятно, что до прошлогодних, до 24 февраля прошлого года все-таки ситуация была одна, когда в том числе и зарубежные платформы очень хорошо заходили и работали. Но вот сейчас, если мы говорим, что есть небольшой такой, тем не менее цифровой, может быть, пока вакуум, но вот в части ЖКХ, насколько мы сильно зависели от как раз-таки зарубежных решений, и сможем мы сейчас, я не знаю, если не прорваться, но по крайней мере решить свои основные проблемы, часть цифровизации? Смотрите, да, действительно, то есть до, особенно до событий 2014 года, то есть до 2014 года был большой процент именно оборудования, то есть полевого оборудования зарубежного производства, но после 2014 года, когда стало модным слово импортозамещение, эта ситуация начала меняться, последние два года, конечно, полтора года она еще более картинально меняется, то есть мы оперативно переходим на свое железо, но мы можем использовать то, которое уже есть, оно уже есть, но это бессмысленно, выкидывать одно и ставить другое, абсолютно. То есть есть опыт интеграции и с тем, и с тем. То есть наши партнеры, которые занимаются производством именно там датчиков, приборов, учета и так далее, они тоже там, у них есть система интеграции, которая позволяет забирать данные из зарубежных приборов, из наших приборов, вот, ну а по поводу того, то есть там как двигаться и сможем ли справиться, ну а куда мы денемся, партнер сказал, комсомол ответил, да. И если вообще на всю страну взглянуть, все-таки сегодня реальная цифра цифровизации как раз-таки сферы ЖКХ, вы вот в какой процент оценили? Ну такой реальной, не просто, знаете, вот счетчики, которые там, Россетия Интерау внедряет, которые там, интеллектуальная передача, там, снятие как раз-таки параметров. Скажу, что не назову вам точные цифры, вот я думаю, что их, наверное, никто не назовет, потому что ЖКХ такая сфера, в которой никто не понимает, что там, где зарыто, куда оно перемещается и так далее. Но я думаю, что он явно недостаточен все-таки для, ну, чтобы дойтись, ну, там, быстро, оперативно, до тех успехов, которые мы вот обсуждали сегодня с коллегами, которые нам ставят Минстрой, МинЖКХ, Министерство цифрового развития, ну, федеральное министерство. Вот, ну, совместно, то есть, вот мы же собираемся, опять-таки, вот, там, вчера, сегодня мы собрались, ну, в УФЕ собралось действительно, ну, как бы, сообщество, которое понимает в этом, которое занимается в этом, то есть, это действительно эксперты своего дела, вот, и вместе мы делимся опытом, вырабатываем концепции, вырабатываем какие-то там опыти, движения. Если есть предложение, там, опять-таки, там, по тарифам и так далее, все доносится до правительства, то есть, вот, именно движение идет, оно пошло, то есть, вот, идет бурление сейчас и вот это вот, и движение. Потому что после секции подходили люди, мы обсуждали, то есть, там, с разных регионов, там, кто-то спрашивал, то, наоборот, делился опытом, и это нормальная практика. Ваш опыт в городе Глазов, как раз-таки, что показывает, что все-таки сфера ЖКХ может быть прозрачной, эффективной, и так, чтобы ее действительно можно было понять, а не так, как все-таки мы всегда смотрели, вот, такая мутная вода, что никогда не разберешься в этом. Сфера может быть понятной, сфера может быть прозрачной, но я думаю, что для рядовых жителей, которые, там, не имеют технического образования, которые, там, люди-гуманитарии, я думаю, что для них, они не будут пытаться подружаться в нее. Ну, я к тому, что, чтобы все-таки, когда платежка пришла, ты четко понимал, а действительно, я понимаю, за что я эту сумму плачу, а не так, когда мы сегодня смотрим в нее, и вообще непонятно. То есть, если мы в киловатт, там, часах еще научились разбираться, да, воду в кубометрах мы меряем, все понятно, но вот как с остальными порой, там, не все понятно. Это возможно, но в реалекте нашей страны достаточно сложно. Ну, во-первых, ну, менталитет людей, то есть, к чему-то новому все нужно привыкать, там, внедряя какую-то, не знаю, новую систему, там, модуль, платформу цифровую, то есть, люди очень тяжело переходят от привычного им, то есть, я делал в Excel, зачем вы меня заставляете, вот я же, вот, все, все вбиваю, оно работает, но он тратит на это день, а может тратить 5 минут. Все новое воспринимается тяжело, но при правильном подходе, при перестройке вот этой вот, при правильном управлении сверху и выставленных задачах, все работает. Переду прям маленький пример по поводу цифровизации. В городе Южно-Сахалинск мы занимались подготовкой команды изменений среди муниципальных служащих, то есть, это собрали весь город, ну, практически всех, там, разных уровней, там, от специалистов до заместителей, на главы, и несколько дней проводили с ними стратегическую сессию, то есть, разгоняли их, там, на примере игр заставляли, то есть, там, проявлять свои лидерские качества, то есть, понимать и так далее. Но изначальный посыл очень здорово сделал глава города, изначальный посыл, то есть, ну, вот, от первого лица тоже многое зависит. Он вышел на сцену и сказал, говорит, там, уважаемые коллеги, достал телефон, вот так вот, говорит, коллеги, все пользуются, все звонят, а такси вызывайте себе, а интернет оплатить, а пиццу заказать, ну, то есть, много-много, то есть, там, одежду сейчас ставить, то есть, озон и так далее, все телефон. Говорит, а почему вы, когда приходите на работу, откладываете телефон и начинаете в Excel вот так забивать? Вы же, ну, что с вами происходит? И этот процесс говорит, вам же удобно вызвать такси, а не звонить по телефону и долго ждать, и что-то там делать. И объяснять, куда нужно подъехать. Нажал, приехал, говорит, ну, цифры, это то же самое, только в вашей работе. Нажал, выгрузилось. Нажал, отчет, нажал, там, график тепловой. Там, красненьким плохо, зелененьким хорошо. И вот этот посыл был таким, что мы там сразу отобрали порядка 30 человек, и сейчас они вывели его в отдельное подразделение цифровой трансформации, которое самостоятельно, без Росатома уже рождает новые проекты для граждан, для развития города и так далее. Ну, и завершая разговор, все-таки тогда, вот, все-таки, многие сегодня спрашивают относительно, все-таки, прогноза, когда сфера ЖКХ станет, ну, все-таки, цифровизированной, если не на 100%, но все-таки на большую часть, когда мы бы не испытывали тех проблем, которые сегодня есть. По большей части сложно, мировая ситуация сложная. Но если мы вот понимаем, что мы активно сейчас в этом двигаемся, там, 10 лет нам будет достаточно или нет? Ну, чтобы изрядно продвинуться, да. Я думаю, что вполне. Ну, а там, может быть, появятся и другие тренды. 10 лет назад не было цифры, но был тренд энергоэффективности. Да. Потом раз. Да. И, причем, тренд энергоэффективности тоже никуда не делся, потому что цифра в сфере ресурсоснабжения позволяет сокращать энергоэффективность, в том числе, выявлять потери, находить какие-то узкие места, сокращать время на ремонт, на устроение аварий. Части энергоэффективности продвинулись, по крайней мере, в каждом доме точно стоят энергоэффективные лампочки. Которые употребляют не 100 Вт, а все-таки 10 Вт. И тоже немножко радует, по крайней мере. Наверное, все было не зря. Эту историю сработало, да, но можно же использовать и лучину. Наши предки прекрасно, прекрасно сотни лет пользовались. Древесина ночью очень дорогая, помним. В прошлом году я вот строился, знаете, кубометр до 20 тысяч доходил. Мне кажется, что республика богата лесными массивами. Богато-то богато, но цены при этом выставляют все равно рыночные. Поэтому, да, все-таки энергоэффективность. Будем надеяться, что будем двигаться в этой части. Вам спасибо большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Я напомню, вместе с нами сегодня был руководитель направления компании «Русатома инфраструктура на решение» Роман Комиссаров. Ну и смотрите РБК, будьте в курсе событий, не переключайтесь.